На сегодняшний момент идет очень серьезная трансформация, и центры занятости становятся настоящими кадровыми центрами. У нас в Татарстане все-таки торговля, продажа пока лидирует, так или иначе. То есть у нас много бизнесменов в нашей республике, да? Ну, так скажем, потенциальных предпринимателей. Те предприятия, которые были, ну, практически приближались к среднему бизнесу, раздробились на мелкий бизнес, на самозанятых, на фрилансеров и на экспертов, так скажем, которые заключают договора. Рынок труда и зарплаты. Что изменится? Это тема нашей программы. В эфире главные новости в студии Динара Вургов. Здравствуйте. Динара Вургов. Давайте поговорим о зарплате в целом в России, в Татарстане. Вот, например, по данным, по расчетам властей к 2025 году, средняя зарплата вырастет до 80 тысяч. Пенсия в то время до 23,7 тысяч рублей. Данные заложены в проекте бюджета фонда пенсионного и социального страхования. Если говорить о Татарстане, о нашей республике, то на сегодня, по разным данным, средняя зарплата составит чуть более 50 тысяч рублей. То есть немалая сумма. Из чего она состоит? Расчет средней заработной платы, я, наверное, начну с этого. Да, да, да. Общая информация. Он состоит из, так скажем, показателей всех наших работодателей, которые подаются в пенсионный фонд. И поэтому мы можем наблюдать то количество денег, которые получают сотрудники, начиная от самых небольших зарплат, завершая самыми высокими. То есть это такой показатель средней температуры по больнице, где наши топы получают высокие заработные платы, и некоторые отрасли, в некоторых отраслях не очень высокие. И средний показатель общий, он и дает вот эту вот цифру. Она реально, абсолютно. И о том, что заработные платы не только в Республике Татарстан, а в принципе в Российской Федерации резко повысились, это абсолютно точная информация. То есть 50 тысяч рублей для Республики Татарстан, это вот такой действительно прозрачный показатель? Это прозрачный показатель, он складывается из прозрачных данных. Вот, допустим, сейчас мы подбираем специалиста на должность кладовщик, я говорила вам об этом. Его заработная плата от 60 тысяч рублей. Очень достойная зарплата. А в каких секторах ожидается самый активный рост зарплат? Знаете, вот сейчас очень сложно говорить о том, что есть какие-то приоритетные сектора. Но, конечно, три приоритетных сектора. Нефтегаз, понятно, он до сих пор в лидерах. Понятно, что параллельный импорт, все, что с ним связано. Потребительские продукты, которые мы едим и так далее, это все направления, которые сейчас в приоритете. Но они были всегда, в общем-то, и в нашей Республике самыми основными. То есть сейчас показатели достаточно хорошие, а что в целом мешает росту зарплат? То есть некоторые сферы мы с вами проговорили. Что мешает росту зарплат? Я думаю, что, наверное, нестабильность определенная, которая на сегодняшний момент есть. Потому что рост зарплат, мы привыкли к нему как к регулярному, как к планомерному развитию нашего рынка труда. А на сегодняшний момент это скачкообразный процесс. То есть сегодня они выросли, заработные платы, до завтра они могут упасть. Поэтому само понимание того, что рынок труда не совсем прозрачен и стабилен на сегодняшний момент, он дает опасения всем, так скажем, идти к повышению ровно. На регулярной основе, планомерной и так далее. Общие данные тоже назову. Отношение средней пенсии к средней зарплате к 2026 году составит почти 30% этой информации от РБК со ссылкой на заключение счетной палаты на проект бюджета фонда пенсионного и социального страхования в 2023-2025 годах. Также пенсии будут расти с опережением инфляции, но зарплаты растут быстрее. Вот эти цифры, если говорить о 30%, о чем они говорят? Много это или мало? На слух, вроде бы кажется, что 30% это достаточно хороший показатель. На самом деле, на протяжении уже длительного времени он падает, он был выше ранее. Но, тем не менее, вот это вот соответствие от заработной платы, от средней и к пенсии, он может быть в таких показателях, потому что абсолютно разные формулы расчетов. Если мы вот сейчас обсуждали о том, что средняя заработная плата складывается из прозрачных показателей, которые работодатель предоставляет в пенсионный фонд, то пенсия у нас формируется по критериям, которые имеют ограничения определенные. Например, пенсия рассматривается как верхний порог 130 тысяч рублей. Заработная плата рассчитывается от этой заработной платы. Поэтому вот эти два показателя, они очень сложно коллерируются между собой. Хотя логичнее было бы, так скажем, чтобы пенсия была привязана к средней заработной плате. Но пока у нас, к сожалению, этого не получается. Я считаю, что это еще из-за того, что у нас не совсем совершенно страховая система пенсионная. То есть есть на чем работать еще, да? Сейчас очень много предложений для, так скажем, изменения вот этих подходов и чтобы средние заработные платы логично, так скажем, соединялись с показателями пенсии. Вообще по международной конвенции пенсионная пенсия должна быть не менее 40% от среднего заработного показателя в прошлом у человека. Причем это, мне кажется, вполне логично. Логично, но, к сожалению, пока не у нас. Надеюсь, мы до этого дойдем. У нас пока не работает. Также в интернете список данных определенных нашли о востребованных специальностях. Сейчас я их назову. 10 специальностей. На первом месте IT-специальность. На втором специалисты с медицинским и фармацевтическим образованием. Третье место менеджеры по продажам. На четвертом месте дизайнеры. На пятом месте маркетологи. На шестом месте педагоги. Седьмое место занимают психологи и психотерапевты. Восьмое место закрепилось за финансовыми аналитиками. Девятое место инженеры. Десятое место переводчики. Давайте подробно пройдемся по этому списку. Насколько такой рейтинг актуален для нашей республики? Как вы считаете? Рейтингов очень много. На самом деле, каждый практически джоп-портал и большое количество компаний, которые ведут статистику, показывают данные. Но они все близки по смыслу. Единственное, что, может быть, они меняются в самих местах. Там кто-то на первом месте, кто на втором. Но на самом деле, правдоподобный список я могу прокомментировать. IT-специалисты очень широкая, так скажем, сфера. Поэтому действительно большое количество и вакансий. Когда мы посмотрим наш график, вы увидите соотношение как раз вот в сфере IT. Я предлагаю как раз таки сейчас. Да, если вы откроете, то мы можем посмотреть соответствие вакансий. Вы видите IT, да? Вакансий синий столбик гораздо меньше, чем желающих попасть на позицию в области IT. Это связано с тем, что большое количество... Да, востребованных специальностей. Большое количество людей прошли обучение и позиционируют себя как IT-специалисты, таковыми на самом деле не являясь. Если говорить об медицине, да, вот у нас тоже... Второе место у нас занимает медицина, да, специалисты и фармацевтическое образование, которые имеют. Да, здесь достаточно такая хорошая связка, да, небольшое количество превышает резюме от вакансий. Вакансий чуть меньше, конкурс там достаточно небольшой. Мне кажется, это связано, наверное, с тем, что медика достаточно сложно обучиться. Да, здесь большое значение уделяется практике, практикам, да, специалистам, у которых уже есть опыт. Ну, так скажем, без опыта работы в медицине сейчас не очень много вакансий. Производство, вы видите, да, что у нас большое количество специалистов желают работать в сфере производства. Вакансии тоже выросли. На сегодняшний момент прирост вакансий, по данным наших джоп-порталов и наших коллег, HR-сообществ, плюс 1%. Это в области увеличения вакансий и плюс 5% в области увеличения резюме. Если говорить о том, что сегодня на джоп-порталах более 40 тысяч вакансий и более 55, по-моему, тысяч резюме. То есть, опять же, вот этот вот разброс, это соотношение, оно стало близким друг к другу. Я бы хотела сказать о рабочем персонале. Вы видите, очень сложно сейчас найти специалистов, рабочих специальностей, а вакансий огромное количество. То есть кто входит в эту категорию рабочих персоналов? В строительной отрасли разнорабочие. Грузчики, рабочие без опыта работы на производство. Да, вот, так скажем, подсобные рабочие. Линейный персонал без каких-то специальных навыков. То есть резюме в разы меньше, чем на предоставленной вакансии. Да, и вот мы сейчас очень активно занимаемся подбором такого персонала. Мы решаем этот вопрос с помощью привлечения мигрантов. К нам приезжают достойные специалисты уже теперь из наших дружественных стран. Узбекистана, Таджикистана и так далее. И достаточно хорошо работают. У нас много, да. Да, спрос большой. В Татарстане я бы отметила, что вот в вашем списке IT-специалисты на первом месте. У нас в Татарстане все-таки торговля, продажа пока лидирует. Так или иначе. Торговля и продажа. То есть это как на маркетплейсах, в интернете или так же онлайн-офлайн? Да, это имеется в виду большой спектр различных профессий, большой спектр вакансий, начиная от розницы, опта, интернет-торговли, e-commerce, который называется. То есть у нас много бизнесменов в нашей республике, да? Ну, так скажем, потенциальных предпринимателей. И это, кстати, тоже очень хороший тренд в республике Татарстан, потому что те предприятия, которые практически приближались к среднему бизнесу, раздробились на мелкий бизнес, на самозанятых, на фрилансеров и на экспертов, так скажем, которые заключают договора с работодателями на выполнение каких-то услуг через договор ГПХ, гражданско-правового характера, то есть с физическим лицом. Но учитывая, что у нас так много предпринимателей, все-таки в Татарстане где не хватает кадров? То есть мы видим, это рабочий персонал в первую очередь? В продажах не хватает, вы же видите, да? То есть это отношение именно вакансий к резюме в нашей республике? Это в нашей республике на сегодняшний день. Срез через все джо-порталы, он получился таким. Если говорить о ярмарках вакансий, какую работу сегодня чаще всего предлагают? Какие работы? Вы знаете, во-первых, я бы хотела сказать еще о наших центрах занятости. На сегодняшний момент идет очень серьезная трансформация, и центры занятости становятся настоящими кадровыми центрами. Я уже об этом несколько раз говорила в эфире. И сейчас у центров занятости принципиально другой подход, к соискателям, к безработным, которые встают на учет в центры занятости. И поэтому и ярмарки вакансий сейчас свой формат категорически изменили. Сейчас чаще проводятся ярмарки вакансий камерные, когда несколько работодателей собираются, и для них формируется большой пункт соискателей, прозваниваются люди, приглашаются и так далее. Когда собираются профильные предприятия, когда собираются ярмарки вакансий для определенных категорий людей, например, для пожилых, для людей с инвалидностью. Отдельные ярмарки. То есть более такие локальные, да? Локальные и более точечные, и более результативные, я бы сказала. Сейчас проводятся дни работодателя. То есть любой работодатель может обратиться по месту своего, так скажем, своей регистрации в центре занятости и попросить, чтобы лично для него, для этого предприятия, организовали полсобеседование. То есть это же то же самое, что раньше делали рекрутинговые компании коммерческие. И я хочу сказать, я хочу похвалить своих коллег, что они делают это достаточно качественно, хорошо. А вы также говорили про ярмарки наоборот. То есть это получается, когда не работодатели представляют, а наоборот уже под определенного работника приглашают работодателей. Вот как это работает, как эта схема реализована? Да, это я вам похвалилась, как ассоциация кадрового менеджмента. Да, мы этот проект запустили достаточно давно. И сейчас он носит инклюзивный характер. У нас ребята с инвалидностью участвуют в этом проекте. Когда мы формируем пол кандидатов, которые готовятся к тому, чтобы прийти в компанию определенную, они их выбрали, они подготовились, они обосновали, почему они это делают. И мы на них, такой аукцион, да, своеобразный, приглашаем работодателей профильных, где они знакомятся, встречаются. И получается, что ярмарка не вакансий, а ярмарка экспертов или ярмарка соискателей, кандидатов в определенные компании. Сейчас, кстати, сама технология рекрутинга очень сильно изменилась. И вот этот вот скрининг, когда соискатель ищет на джоп-порталах вакансию, откликается, идет туда и так далее, он уходит все-таки в прошлое. И сейчас соискатели, те, кто серьезно подходит к подбору работы будущей, выбирают себе не только вакансии открытые, а заранее предприятия, в которых они хотели бы работать. Исходя из понимания, какая компания, уже предлагают себя, свои компетенции, а работодатель оценивает и принимает решение, готов ли он для этого сотрудника создать вакантное место. Понимаете? Интересно, да, все поменялось. Все изменилось, и это действительно на сегодняшний момент так. Причиной, конечно, является демографическая яма, потому что найти специалистов в любых отраслях сейчас очень сложно. А вот какие ярмарки, классические форматы, или вот такие ярмарки наоборот, на ваш взгляд, более эффективны? Я считаю, что более эффективны камерные все-таки ярмарки разных форматов. И чем креативнее мы подходим к этому вопросу, тем серьезнее результат. Вот я уже назвала это слово скрининг, который для вас, наверное, непонятен. Это когда взаимодействие происходит по формальным требованиям и признакам, грубо говоря, работодатель. Что-ли друг друга отследили, грубо говоря. Да, базовые какие-то данные дают. Ты подходишь мне по таким моментам. А соискатель какие-то формальные свои данные дает. И вот они на этих формальных условиях встречаются, начинают общаться, а потом понимают, что этот процесс был пустой на самом деле. Скрининг работает, как правило, на линейной позиции, на, так скажем, профессии, где не нужен какой-то принципиально важный опыт. А вот насколько активно безработные пользуются возможностью получить единовременную выплату на реализацию бизнес-плана в размере 145 тысяч рублей? Пользуются, нет, и в нашей республике? Я точно знаю, что буквально вчера в Зеленодольске два проекта рассматривали у самозанятых, и оба утвердили. Один проект, что-то связанный с транспортной компанией, второй с производством, по-моему, одежды, что-то вот такое. Да, этот процесс движется, и опять же, исходя из того, что наши центры занятости меняют свой подход к работе, это очень выгодный и очень важный для наших безработных выход на сегодняшний момент. Те люди, у кого есть какие-то идеи, с большим удовольствием их реализовывают. Информирование сейчас у нас стоит на хорошем уровне в центрах занятости. Поэтому мне сложно сказать, насколько в количественном показателе и сколько сейчас вот таких проектов уже есть. Но я знаю, что рассматриваются на комиссии и в большинстве своем утверждаются. Светлана Александровна, давайте подведем итог нашему голосованию в группе ВКонтакте. Мы задали вопрос нашим телезрителям, какой должна быть ваша зарплата. От 50 тысяч рублей, так ответили 23% наших опрошенных, около 18% дали ответ. От 60 тысяч рублей, от 80 тысяч рублей, это большинство, так ответило, почти 55%. И около 4% дали ответ, деньги не главные. Радует, что люди все-таки стремятся к большой зарплате. Надеюсь, они делают для этого все возможное. Но вот учитывая мобилизацию, как будет меняться структура рынка, как вы считаете? Можно я прокомментирую тоже? По поводу зарплаты? По поводу зарплаты, да. Я считаю, что наши соискатели правильно отвечают на эти вопросы. Главное, чтобы наше правительство тоже, так скажем, реагировало на эти запросы. И законодательство менялось для того, чтобы заработные платы все-таки у нас повышались. То есть хорошие специалисты найдут? Я даже считаю, что и 50, и 80 это небольшие деньги. Я с вами согласна. По поводу мобилизации и о том, как будет меняться структура рынка. Завершая вот нашу программу, осталось чуть меньше одной минуты. Хотелось бы услышать от вас. Если говорить о том, что мобилизация закончится в ближайшее время, сильно глобальных изменений не будет. Наши HR-сообщества, наши бизнес-сообщества очень серьезно подготовились к тому, чтобы закрепить места рабочие за ребятами, которые сейчас мобилизованы. А чтобы сохранить эти рабочие места, чтобы предоставить во время их отсутствия, на время эти рабочие места. Поэтому какого-то бума не произошло. Главное, чтобы это завершилось. Пусть будет так. Спасибо большое вам за информативное интервью. Ждем вас снова. Будем обсуждать зарплаты. И надеюсь, показатели у нас будут еще лучше. Будем надеяться. До свидания. Спасибо. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал Татарстан 24. Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. До свидания.